привет всем это наверное будет очередной кусочек для влога не знаю для какого для какого то я тут занимаюсь вырубкой машинка стоит вот решила порубить немножко я вчера правда уже начала вечером в ночь так сказать вырубку делать у меня очень много скопилось таких вот маленьких обрезочек вот такого плана вот такие вот малюсенькие совсем такие вот знаете такие вроде бы есть это место и здесь можно вырубить такие мелкими ножами можно повырубать и вот это вот уже то что остатки у меня остались ну вот даже смотрите какой малютку я тоже буду из него пытаться что-то вырубить но если конечно по месяц у меня самые маленькие ножи которые вот но этот уже остатки остались здесь уже прям такие покрупнее остались вот еще я вчера снимала распаковку посылочка мне пришла с скрабберис ну скорее всего и увидите раньше чем этот влог я постараюсь его побыстрее выложить вот поэтому они тут вот у меня лежат над их убрать вот а здесь вот у меня ножи я их все собрала которые небольшие ножички которые мне пригодятся и в работах следующих и плюс еще вырубка которая у меня закончилась ну и плюс к этому который небольшие ножи вот я собрала тут тут еще какие-то лежат ножи которые мне нужно вот эти покрупнее веточки повырубать этим занимаюсь вот она коробочка который получается с вырубкой вырубку часть ну что-то оставлю то что мне нужно будет работу и что-то пойдет девочкам на подарки и это еще плюс у меня лежит еще уже приготовленная вырубка вот это тем девочкам которые отозвались в прошлом влоге позапрошлым уже где я предлагал обменяться открыточками или отрезочками и вот эти девочки которые согласились отозвались им пойдет вот эта вырубка пойдет подарочки вот ну что дальше вот этот нож мне нужно нарубить вот этих вот чем нравится мне вот этот нож этот скраб френд здесь вырубается с считаете сколько сразу уголочков то есть на две фотографии до 2 4 то есть вот одна фотография вот 2 на 2 фотографии сразу вырубается хотела вам посоветовать и этот ножичек он вырубается очень легко и и и вот тут одни сейчас попробую найти вот вчера такие получаются уголочки классные уголочки хорошо они и фотографии держит единственное что в сами уголочки нужно вырубать пупа брать немножко поплотнее бумажку чтобы она потому что вот это вот сама перемычка за которую будет фотографии держаться она здесь ну тоненькая да и нужна бумажка поплотнее чтобы ну если менять фотографию вынимать и вставлять чтобы она не провалась так сказать не износилась быстро ну что вот такой процесс что еще рассказать показать будем вырубать дальше всем привет привет записываю еще наверное кусочек для влога вот сижу делаю альбом и думаю почему бы мне не записать и не показать вот этот промежуточный какой-то результат и что у меня получается делаю я любом альбом делаю в подарок завтра на день рождения и вот я решила сделать альбом он будет с фотографиями фотографии распечатала на своем принтере на домашнем на фото бумаги вот и вот такой вот альбом получается это будут обложка и внутренние дать и вот как они учатся основы то из картона вот переплет будет на перемычках простой переплет наверное многие про него знают на перед на перемычках вот на таких вот бумажных для меня это оказалось самый простой самый удобный переплет его я узнала от лены маргун поэтому благодарю за это потому что все остальные переплеты для меня но не то чтобы сложные и неподъемные но я их делала но они мне не нравились это очень занимает много времени вот и в общем мне не зашли а вот это переплет мне зашел очень даже хорошо здесь я немножко накосячила с альбомом альбом должен был вообще в планах был сначала его листать вот таким образом да ну как обычно мы листаем и потом когда я обтянула две обложки я их обтянул не с той стороны сделала вот этот вот закрепление концов вот этой ленты я их не с той стороны то есть по идее она должна была здесь вот закончится да потому что здесь с этой стороны должен быть переплет и вот так вот он бы здесь листался бы здесь был все закрытым так как я немножко перепутала стороны и почему-то мне показал что надо на этой стороне сделать концы закончить до концы закончить ерунда какая-то получается ну в общем закрепить конце таленты я поняла что ну как то будет мне кажется некрасиво вот этот торчать будет здесь на лицевой стороне вот и теперь пришло такое решение что он просто листаться будет другую сторону ну как другую сторону просто так сверху быть листаться вот так вот листаться вот таким вот образом то есть расположение самой обложки остается такой же но переплет я перенесла вот на эту длинную сторону то есть это будет вот здесь и что так как у меня альбомом получается такой ну зеленый такой вот травянистый здесь пока фотографии нет украшений мало потому что времени мало было и я тут сильно не заморачивалась по немножко тут накидала каких-то украшений без особого фанатизма потому что здесь в основном вот видите вот на этой страничке даже вообще украшений нет здесь будут две подложки такие вот там объемненькие и там будут просто фотографии то здесь просто вот все фотографии фотографии есть серия фотографии где там муж женой они с животными там держит животных и здорово им показалось что если они будут тут рядом вот так здесь открывается здесь фотографии побольше сама серия побольше здесь поменьше вот сделала просто украшение фонов и все закрывается все на магнит но я решила что здесь еще можно и ленточку добавить одну во всем альбоме можно так или какой-то легкости для какой-то этого опять же здесь нет никаких украшений кроме самих фотографий вот поэтому решил что можно ленточку сюда добавить вот нижняя страничка будет вот такая вот тоже здесь все все странички они объем по все подложки они объемные здесь много фотографий я посчитала здесь в этот альбом вмещается почти 100 фотографий там 90 может быть три вот такие вот какая-то такая цифра то есть я прям сама в шоке но у меня опять же было изначально мне были эти фотографии я все распечатала и потом уже начала смотреть от них отталкиваться смотреть как их размещать вообще изначально было распечатано 107 фотографий и вот там я немножко более-менее ну такие которые не очень либо повторяются либо не очень интересные я их просто убрала то есть пол поэтому получилось меньше так обложку обложку обтягивать буду хочу вот такой ткани она меня давно уже лежит вот и хотя конечно сам корсток здесь все зеленого много я хотела зеленое что-то найти вот но мне показалось что сильно будет как-то это все зеленое зеленым зеленым погоняет вот мне захотелось сделать во первых вот этот вот кантик на обложке такой вот бледно зелененький он тоже зеленый но он такой бледный бледный он что-то вроде между мятным и зеленым такой вот прям но его здесь прям на камеру плохо видно но на самом деле хороший цвет и вот такую ткань на обложку чем как то вот так она будет они вот так будет вот такая вот обложка даже не знаю вот что мне сделать на самой на обложке какое украшение как все это здесь и украсить вот опять же мне кажется обложки должны быть практичные все-таки чтобы их можно было как-то взять и не бояться что там что-нибудь зацепится оторвется и порвется ну пока так как а там может быть сейчас разойдусь и получится опять трехслойная композиция привет привет еще кусочек для влога я наконец закончила этот альбом поглядите какой он получился толстый жирный и мне сейчас нужно уже его ввести отдавать вот это место мне тоже не нравится я думаю все обратили внимание до наложение получилось много фотографий но опять же все мы учимся и то есть я заполнила альбом до фотографиями получилась вот такая вот нехорошая штука но я думаю ничего страшного тут нету просто на будущее надо будет учесть что так делать нежелательно вот такой жирный получился в корешок семь с половиной получился и я поменяла ткань я вам показывал другую совсем ткань но с той ткани совсем не смогла ничего придумать на обложке потому что хотела что-то простое но все-таки интересные какие-то интересности должны были быть и я ничего с ней не придумал пришлось взять другую ткань и вот это мне очень нравится он получился немножко такой винтажный некий вид что ли я не знаю как это назвать мне нравится вот это вот как вот тут у него бахроматица мне нравятся вот эти ленты здесь замша и хлопок вот и вот такая вот чейборд надпись который покрыла я имбосингом так вроде бы все тут держится и вот такой вот брат брат этот скрабберис и из набора versal по-моему называется такой вот классный классные там кстати синенький он голубенький камушек блестит вот здесь тоже от скрабберис этот прасик и вот такой вот он толстый толстенький получился мне совсем нет час временем фотографировать я даже не знаю наверно его не смогу сфотографировать мне придется прям так отдавать в общем вот так такой вот толстый жирный получился на в нем есть два кармана один на одной получается обложки другой на другой форзи цах общем вот так девочки привет привет а может быть и мальчики меня слушают я начала тут перекрашивать свой рабочий уголок он у меня вот такого вот цвета ну вагонки да вот я его хочу перекрасить белый цвет потому что что-то мне не нравится цвет вагонки я тут когда-то красила вот видите тут до половины можно сказать пробовала красила вот такой цвет белый с потертостями кинь-то серыми и стал такой же вот и вот я хочу теперь что все это было белое но не знаю насчет вот это буду ли я закрашивать и тут уже начала он красить только сейчас вспомнила что нам наверно для вас это как-то запечатлеть да и для себя тоже как для истории и будет он вот как у меня вот тут вот полочки я прошлом году полочки вот эти красила вот они они полочка то есть вот этот вот такой мини стеллажик вот я его прошлом году красила вот с этой стороны тоже надо будет красить вот крашу сейчас покажу чем краска вот это вот эко deluxe это такая на водной основе не вонючая без запаха да и почему так она выглядит акриловой полуматовая классная краска она кстати стирается вот если капельку капнуть тот мокрой тряпочкой можно если она свежий еще можно даже ее стереть хотя даже кто что вас их высохнет тоже можно будет потереть и она то тоже сотрется ну что если не буду забывать то буду показывать дальнейшие результаты ну что вот такой какой-то результат получился тут уже два слоя потолок я пока решила не красить во первых немало краски не ну и в общем потолок пока оставлю возможно буду красить возможно нет веревки так как это балкон не обращайте внимание так ну в общем вот так получилось как-то здесь это то что у меня было до этого я сверху еще белой краской прошлась немножко обновила ну пока мне нравится так все белое вас почему-то желтизной наверное это того что наверное лампочки горят вот здесь на столе пока постелил тоже кстати а немножко обновила стол тоже белым закрасил у меня была вон там проплешина стерлась краска вот тут вот вот я ее немножко подкрасила на стол постелила свой коврик кстати коврик использую киевский который вот защитный стол для столов им кстати пользуюсь мне нравится я и на нём и режу вот эти он уже весь покоцанный вот конечно когда я снимаю я его смысле видео когда снимаю я его убираю потому что совсем страшно он рабочий у меня коврик вот таких самовосстанавливающихся у меня один зеленый вот он тут вот он стоит машинка вот он он один тут тут все мои барахло тут еще вон там вон в комнате в общем много оказалось барахла так вот пойди смотришь некуда ставить а потом вытаскиваешь и оказывается столько всего много думаю сейчас как провести как раз какую-нибудь реорганизацию пока все всем привет привет с вами медведева лена и это видео у нас будет посвящено товары с алиэкспресс если вам интересно что же я там нашла интересного для любимого хобби то продолжайте просмотр поехали заказываю я сейчас на алиэкспресс редко ну во первых потому что уже многое есть а во вторых я не знаю что во вторых многое уже есть вот и достаточном количестве я это использую но бывают такие моменты когда просто пролистываешь ленту и бывает выскакивает что-то такое интересное и уже идешь на алиэкспресс и смотришь что же такое нужно ли тебе или нет вот такая коробочка меня собралась я вытащила все из пакетиков потому что там были некоторые пакетики но такие не очень презентабельного вида я имеют грязные были вот и я как-то последнее время стала на это обращать внимание и не хочется мне чтобы эта грязь тут везде мне болталась вот поэтому я приложила в такую коробочку собралась уже коробочка и решил что пока уже вам пора уже вам показать что же я там нашла что давайте смотреть то двину пока сторонку и буду доставать да давайте начнем с вот этих вот трафаретов которые так вот торчат вот трафареты нашла я на алиэкспресс вот такие трафареты сейчас вытащу чтобы не сильно блестел хотя наверно пластик будет блестеть все равно вот такой рисунок видите какой интересный рисунок у мне очень нравится я вышла еще не пробовал это новый трафарет вот и пластик здесь такой относительно но средний я бы сказала жесткости если кто-то в руках держал трафареты от фильмы да то знаете что он там толстенький да или допустим есть такие трафареты не могу не помню марка там бывает совсем тоненькие прям ну ты совсем здесь пластик хороший я это в мой второй уже заказ этих трафаретов первый раз я брала на пробу и мне понравилось и качество пластика мне понравился рисунок я между нанесенный на трафарет и я решила и заказать еще вот три штучки сейчас покажу какой у меня есть такой мешочек у меня с трафаретами и можно сказать что вот даже два я заказывал прошлый раз вот они вот этот я уже вот юзу его но здесь уже такой зелененький можно сказать и вот этот мне тоже очень нравится вот он такой вот тоже мелкий мелкий рисунок это очень интересно когда поверх крупного рисунка чем-то контрастным мелким пройтись тоже такой эффект интересный получается вот и смотрите даже несмотря на то что здесь вот много таких вот знаете вот элементов они его относительно все-таки мыть конечно цепляется вот за это за все но они вот видите я вот даже сейчас прохожу руками цепляюсь но они не отламливаются не загинаются до цепляется до такая ажурная можно сказать такая резко вот но пластик достаточно и достаточно прочный для того чтобы его аккуратненько все-таки помыть вот например пластик вот вот это вот конечно это совсем вот я даже не помню чья это фирма была и вот здесь вот любая это загогулинка вот они вот даже видно вот видите вот он примерно вот так вот при каждом мытье мне приходится все это восстанавливать назад то есть закрутилась и она вот так вот потом торчит вот видите да вот вот этот совсем конечно пластик никакой хотел показать сразу профима что-то я говорила вот она такой вот вот это конечно жесткий пластик с ним удобно работать и мыть его удобно но делать толщине то есть если наносить пасту вот он конечно то есть такой объемненький получается рисунок так это 1 и 2 вот такой рисунок будет много пластика получается и рисунок будет такой он мелковатый я так думаю и еще вот такой взяла то что ажурный с переплетениями ниточек интересный тоже дальше что мне пришло и мне пришли такие папочки для тиснения мне кажется это самые такие известные папочки часто встречаемые такие вот точки на морскую тему квадратные квадратные такие кирпичики тоже интересно будет смотреться и вот такие вот на детскую облачка я думаю нет смысла их тестировать потому что папочки такие не сказать что какие-то оригинальные обычные поэтому поедем дальше дальше а дальше а дальше у нас давайте вот с этой бумажки начнем заказал себе вот такие вот не знаю как сказать карточки не карточки нашим это бумага вот такая вот такой блокнотик с клейкой что ли она на не клейк ну клей когда принципе здесь отрывается легко так вот оторвалась и здесь есть перфорация между каждым вот этим лейблом есть перфорация вот она вот по этой перфорации очень легко так вот так вот оторвать также вот этот то есть на этих вот лейблах можно можно как в работе использовать для фона да да для композиции в композиции если это по стилю подходит либо какие-то заметочки оставлять на улице жарко и немножко путаются мысли язык заплетается поэтому прошу прощения еще заказала вот такие вот тоже очень часто встречаются такие блокнотики мини часто не часто долго я на них смотрела во-первых меня конечно немножко отпугивала цена на них один такой блокнотик стоит 200 чем-то рублей 250 рублей и почему отпугивала потому что я не знал будет ли для меня это но для моего стиля работы в общем не применимо ли и тут все таки я решилась заказать заказала в трех разных магазинах это три разные посылки были и по разным ценам то есть вот эти два блокнота казалось бы они одинаковые но хотя нет вот все таки сейчас вытащу один конечно побольше другой по ширине даже вот один побольше другой поменьше но и цену не были разные то есть из всех трех вот этот самый дорогой 260 250 рублей он по стоил этот 190 по моему этот 120 130 сейчас уже не не помню точно я ставлю все ссылки все какие будут живые ссылки все конечно оставлю в описании можете сами посмотреть в общем что это за блокнотики сейчас я все вытащу из пакетиков было нагляднее что это за блокнотики они представляют из себя такие жирненькие блокнотики и здесь на кальке над тонкой ну как сказать на тонкой кальке я даже сказал здесь не тонкая калька где-то сотка наверно калька 10 нанесено вот такие вот изображения где изображения где надписи в общем супер классные блокноты кстати сказать я не ожидал такого эффекта смотрите какие здесь есть картинки прям вот ботанические блокноты вот смотрите какие ягоды вот это вот что-то техника что-то такое интересное конструирование или нет неправильно говорю что там ну да здесь смотрите расчеты вот такая что-то из сказки даже можно если подсказку какой-то смотрите на английском языке текст обыграть здесь вот а это вот кстати с обложки да я нашла с обложки смотрите космос луна здесь конечно попадаются такие вот листочки с иероглифами но если у вас будет например какой-то проект на китайскую или на японскую тему то я думаю они в тему подойдут вот так эти всякие всякие разные даже нотные есть вот такие рисунки но имели до листочки вот с растениями для ботанических этих здесь тоже какие-то расчеты вот растение вот кстати бабочки тоже что тут вот вот они то есть много-много-много всяких всяких разных картинок всяких разных цветочков смотрите эти чудесные замечательные иероглифы кстати встречаются очень мало вот кстати языкальные инструменты есть ягодки и они не повторяются то есть я пыталась тут найти одинаково я думала не будут повторяться они все 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 разные на вот видно тут попробую еще вот так вот пролистнуть вот опять это швейная машина до или это стол мне кажется вот педали это еще и швейная машина наверное вот отсюда наверное швейная машина достается то есть тоже для такого как он рукодельного блокнота карта тоже вот в сказку можно какой-то применить в общем очень очень много всяких разных вот я тут прям так когда получила залипла на этом блокнотике долго его рассматривала такое созвездие есть давайте посмотрим еще вот этот здесь не менее интересно здесь потоньше немножко пластик но напомню эту блокнотику стоил подешевле вот этот самый дорогой и он самый крутой оказался здесь калька на самом деле толстая ну вот я говорю вот на какой мы делаем от штамповки мне по моему сотка самая плотненькая вот и вот она примерно такой же толщины плотности не толщины плотности вот здесь кальчика уже потоньше немножко немного но потоньше и рисунки немножко другой тематике вот видите есть похожие но есть и вот такого вот знаете как американского стиля такие орнаменты хотя и вот есть и вот такой классик знаете какая классная клетка для чего взяла не знаю пока для чего взяла но скорее всего просто добавлять также куда-то композиции какие-то тематические работы делать пока только для своего эстетического восхищения удовлетворения пока только для этого пока не знаю куда буду придумывать но очень давно присмотрелись эти блокнотики и в общем я решила себя порадовать ими я думаю не всегда можно делать заказы покупать те вещи которые ты точно знаешь куда будешь применять я это вот такая вот можно сказать покупка которая которая просто для удовольствия смотрите картинка какая часто встречаемая картинка с этими ангелочками много на бумагах было до на скраб бумагах интересно ну я тут уже немножко полистала и думаю вы уже посмотрели прям вот этот блокнотик третьим здесь уже бумага здесь не калька здесь бумага она здесь одностороннюю вот так вот ведь печать идет ну вот эти вот я не знаю куда их применять вот и она такая здесь тоненькая бумажка может быть но 80 наверное есть такие 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 есть какими-то лицами вот здесь есть карты вот такие карты 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 здесь как-то они все по порядку получается здесь дальше вот такое письмо 5 карта 5 письма текст карты 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 письма карты карты газета для газета или что-то такой книга может быть вот газета газета дамблдор видите прям вот для гарри поттера да в темы альбус данблдор даже написано такая газета вот поттер кстати вот картинка пропустила вот тоже да что то такое газета дальше пошли вот такие вот но и не знаю что это что-то домино наверное да бинго по нашему надо домино так так тоже билеты мне кажется какие-то да с цифрами что-то что еще здесь интересного есть сейчас я пролистаю вот такие вот есть на слоеночки уже готовые на слоеночки это с обложке на только зеркальное отражение так любить для любителей попугайчиков что еще вот такие вот есть винтажные рыбки леопард марочки дальше здесь там что-то природного растительного так на я тут все конечно не буду сейчас посмотрю что там еще может быть или вот так вот вам пролистаю то есть это вот на слоеночки газетные какие-то смотрите буквы тоже очень оригинально такие вот как у нас да там бывает листы с вырезанием этих словечек вот здесь тоже какие-то билетики есть в общем вот такие блокнотики я взяла очень недовольна каждым по-своему конечно же конечно больше всего мне кажется поразил вот этот прям запал в душу я не пожалел что его взяла вот поэтому оставлю все ссылки и проходите смотрите может быть и вы что-то себе подберете так что и же еще у нас это осталось что же еще показать давайте посмотрим ленты силая две ленты взяла я такой кипер ную ленту натурального цвета шириной полтора мили полтора сантиметра вот взяла на завязки возможно на на торце в общем такая лента ничего необычного нет и взяла хлопковую ленту хлопку ленту взяла виде сантиметровой ленты тоже хлопок видела я до этого на алиэкспрессе тоже подобную ленту тоже хлопковой но мне не нравились там шрифт шрифт цифр вот это новый какой-то дизайне увидела и вот его я и взяла мне вам понравилось дальше давайте посмотрим здесь меня целая прям такая пачечка получилось поеточек и вот мне кстати очень удобно и очень нравится что они приходят в таких вот пакетах в них хранить мега удобно то есть они могут так стоять в виде картотеки и не падать не завалить не заваливаться потому что я сейчас покажу как я храню такая коробочка со всеми паеточками украшалками но я миду поетками и здесь вот есть просто для наполнения шейкеров вот и вот когда я пересыпать перецепляю такие пакетики они здесь не стоят они заваливаются вот это не очень удобно вот а именно эти пакеты они будут стоять вот два стоят и эти будут тоже такой же стопочка стоять конечно коробочку надо будет выбрать побольше и что же я взяла взяла вот такие вот паяточки они плоские переливается классно они плоские и такого зелено-голубого такого бирюзового цвета взяла в такие мелкие мелкие это прозрачные пайточки они мелкие и прозрачные будут так вот нежно где-то тоже в виде топинга смотреться то есть они не будут сильно привлекать на себя внимание но будут создавать такой вот небольшой скакаю перелив на ответе на так вот сверкают дальше взяла матовые такие голубые это для шейкера больше для каких-то морских таких работ для шейкера либо ну там имитацию воды делать может быть дальше взяла такие матовые зеленые они матовые не не блестят это просто сам пластиком получается как переливается такие цвета хаки получается дальше всего такой микс здесь тоже матовым всем золото розовое золото серебро и даже есть как матовое белое полупрозрачные есть классный наборчик можно либо по одной отсюда вытаскивать и применять либо вот так вот кучкой где-то если это будет применимо но по стилю да и вот такие зеленые уже такие вот переливающиеся идет наверное вместе эти покрупнее типа мельче дальше что еще мне пришло это мне пришли молоды оказалось молоды покажу вот такие три молда мне пришли рамочка крылья и и такие птички птички конечно совсем прям малютки оказались очень очень они маленькие у меня есть подобный набор с птичками но он покрупнее и наверное хорошо что они пришли именно вот такого маленького цвета потому что покрупнее то у меня уже есть а вот эти вот можно как раз на таких на небольших работах использовать такие как а т.с. и они вот там будут смотреться классно потому что крупные птички там будут неуместны вот такие птички у меня уже есть ведь они такие крупненькие воровушки его только три таких маленьких Кстати, они очень похожи по дизайну, мне кажется. Даже вот эти покрупнее будут, чем эти. Этих фигурки еще не делала, не пробовала. Вот эти крылышки я у многих видела. Такой тоже достаточно известный молд. Мне кажется, здесь ничего сложного не должно быть. Здесь такая простая форма. И вот такая вот рамочка. Мне нравится само качество молда, кстати. Такой толстенький, не сильно прям мягкий. Вот этот самый мягкий. То есть этот вообще прям... Вот этот очень мягкий. Вот этот пожестче все-таки. Вот этот тоже примерно потолще. Может быть по жесткости они одинаковые, но вот этот просто потоньше. Вот этот потолще, поэтому у него жесткость побольше. И здесь вот такая вот рамочка. Достаточно крупненькая такая. На обложку ее можно будет использовать. Все, коробочка пуста. Я достала последние товарчики. И это у нас ножички, такие салфеточки. Пока ехал, отломился одна от всей палеточки. Но это ничего страшного. Сейчас все равно буду делать вырубку. И вам покажу вырубку. Вот такая вырубка получилась. Здесь, не смотрите, здесь все прорубилось. Это просто... В общем, мне надоело все это очищать. Здесь нужно шилом все вот эти мелкие-мелкие элементы пройтись. Так вот, оно все хорошо очищается. Просто почистить нужно. Такая салфеточка. Такая. И вот такая. На мой взгляд, очень даже удачный наборчик. Давно я к нему тоже присматривалась. Он мне попадался. И вот я все-таки решилась его взять. По цене он был недорогой. Вот. Поэтому, я думаю, такие мелкие мини-салфеточки, они всегда будут уместны и применимы. Для фона, для составления каких-то композиций. Я думаю, их... Не всегда крупные салфетки можно применить. А здесь можно даже очень легко. И остался вот такой штамп с цветочками. Здесь, конечно, я немножко, ну, как сказать, опрохвостилась в плане размера, конечно. Смотрите, какие мелкие совсем элементы. Вот эти вот особенно, да. Вообще очень-очень мелкие. И я не посмотрела, конечно, на размер. Вот. И получилось так, что, ну, здесь самые, наверное, вот эти цветы будут самые применимые. Потому что вот это все, это совсем прям мелочи какие-то. Но, по крайней мере, не для вырезания. Да, их можно штамповать. Можно составлять штампованные композиции уже непосредственно на работе. Но не для вырезания. Для вырезания, наверное, пойдут только нут. В лучшем случае вот эти вот верхние. Вот. А эти, конечно, мелковаты будут. Но вот штампы давайте, наверное, попробуем. Поштампуем и посмотрим на их детализацию. Здесь у меня как раз остался листочек от салфеток. И вот его-то я и возьму. Вот этот цветчик мне нравится. Сейчас мы его. Прям совсем, конечно, тонкие линии. Так вот цветочек получается. Тонкие-тонкие линии. Это я тут съехала немножко. Либо сильно нажала. Поэтому получилась такая размазанность. Небольшая. Но мой взгляд неплохой цветочек. Давайте еще. Вот тут есть такая вот лохматая. Что это? Не знаю. Я вообще не цветовод. Далеко и нигде. Что-то вроде астры может быть. Либо пион, не знаю, пионная, но вряд ли. А вот на астры очень похож. Георгин, может быть. Вот такой вот еще цветочек. Не знаю, как насчет вырезания, конечно. Сложные такие края. Вот так. И что еще нужно попробовать? Не знаю. Ну вот эти вот мелкие. Нет смысла их штамповать. Вообще нет смысла. Дайте вот этот вот букетик из мелкоцветов. Вот такой букетик. Я думаю, это просто можно составлять композиции уже непосредственно на работе. Блокноты где-то штамповать. Либо на АТСках сделать фон в виде штампов. Ну, только если вот так применить. Ну что, это все мои покупки на сегодня. Я надеюсь, что они были для вас интересны и полезны. И если вам что-то понравилось, то скорее перемещайтесь. Сначала ставим пальчики вверх. Подписываемся на канал. И, конечно, перемещайтесь в описании к этому видео. Там будут все ссылочки, которые еще будут действовать. Еще которые я найду. И обязательно их туда прикреплю. До новых встреч. Пока-пока.